С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 22 мая. Международный день биологического разнообразия. В 1975 году вступила в силу конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. Эта конвенция направлена на прекращение торговли редкими видами животных. Кроме того, была ратифицирована более чем 160 странами и вступила она в силу в декабре 1993 года. Это конвенция о биологическом разнообразии. Также сегодня Всероссийский день бассейновой индустрии. Этот профессиональный праздник всех, кто имеет хоть какое-то отношение к бассейнам. Отмечается он, оказывается, с 2014 года. Ну, не совсем официально. Благодаря инициативе коммерческой компании, одной из коммерческих компаний, в 2017 году Союз профсоюза в России дал Всероссийскому дню бассейновой индустрии официальный статус. Также сегодня редкий день, Всемирный день Гота, создан для празднования готического образа жизни и повышения осведомленности о готической субкультуре во всем мире. Она начала формироваться в Великобритании в конце 70-х годов прошлого века. Ее развитие было тесно связано с готическим роком под жанром постпанка. В некоторых странах также проводятся благотворительные акции, которые направлены на борьбу с предрассудками и ненавистью к субкультурам. В России о таком дне Гота практически никто сегодня и не подозревает. У родившихся в этот день в 1813 году появился композитор Рихард Вагнер. Он внес огромный вклад в реформу оперного искусства. Любил все большое. Например, написал самую длинную в мире сольную арию. Она звучит в сцене жертвоприношения Брюнгильды в опере «Гибель богов» 14 минут 46 секунд. И еще он автор самой длинной в мире классической оперы – «Нюрбергские мейстер-зингеры». В несокращенном варианте произведение длится 5 часов 15 минут. В 1816 году родился русский изобретатель-самоучка Павел Зарубин. Мещанин из Костромы он в детстве выучился грамоте. Потом работал землемером. И вдруг Зарубин стал изобретателем. Он выступил автором жатвенной машины, пожарного насоса, водоподъемника, приборов для измерения глубины моря и скорости корабля. Многие его изобретения, к сожалению, не были воплощены из-за отсутствия средств. Артур Конан Дойл родился в 1859 году. Английский писатель, самый знаменитый герой которого, да-да, Шерлок Холмс. Мальчик, которого назвали двойным именем Артур Конан, в честь маминого дяди Майкла Конана, рос в благородной бедности. Потом переехал к дяде в Париж, где издавал журнал искусств. В конце концов, дядя посоветовал отдать ребенка в иезуитский колледж. И с 1868 года мальчик приступает к учебе. 1913 год, день рождения Никиты Богословского, композитора, который написал 300 песен, да, может быть, даже и больше. Среди них такие суперзнаменитые, как «Темная ночь, любимый город» и «Шаланды, полные кефали». Именно Богословскому молва приписывают шутку с приятелем, отправленным под Новый год в другой город, которая, как вы понимаете, легла в основу легендарного новогоднего сюжета «Рязановской иронии судьбы». Как-то на вопрос корреспондента Огонька, есть ли ему в чем покаяться, Богословский ответил. «В моей биографии есть один постыдный факт. Я не сидел». 1924 год, день рождения Шарля Азнавура, Варена Азнавуряна, французского актера-певца. Имел армянские корни и гражданство. Впервые вышел на сцену в 9 лет. Написал 800 песен. Получил престижную премию за актерскую игру. Знал 300 слов на русском языке. Был почетным послом Армении в ЮНЕСКО. Признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века. 1948 год, день рождения Евгения Мартынова, которого некоторые журналисты нарекли белым лебедем советской эстрады. Он был удивительно светлым человеком. И песни, созданные спеты им и другими, тоже очень добрые и светлые. «Лебединая верность», «Аленушка», «Яблони в цвету». 1976 год, день рождения музыканта Сергея Жукова, руки вверх. В 1980 году родился российский актер театра кино Андрей Чадов. Ну а теперь событие дня. 1455 год. В Англии начинается 30-летняя война между сторонниками царствующего дома Ланкастеров, герб с Алой Розой, и их родственниками из династии Йорков, герб с Белой Розой. Конфликт между двумя кланами одной династии Планты Генетов вошел в историю как война Алой и Белой Розы. В итоге они фактически истребили друг друга, и трон занимает Генрих VII, первый монах из династии Тюдоров. Его воцарение в 1485 году считается началом нового времени в английской истории. 1856 год. В Москве основывается Третьяковская галерея. В этот день коллекционер Павел Третьяков приобретает картину художника Николая Шильдера «Искушение». Эта картина положит начало знаменитой галереи. 1940 год. Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серб и молот» знака отличия героя социалистического труда. Теперь в стране можно быть либо героем Советского Союза, либо героем соцтруда, либо одновременно и тем и другим. 1960 год. Впервые звучат позывные воскресные радиопередачи «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем». Эта программа даст путевку многим популярным авторам, сатирикам и эстрадным исполнителям. Это был глоток воздуха в унылом радиопространстве СССР. Ну и последнее. 1769 год. Отливается колокол для часов Спасской башни Московского Кремля. Сама Спасская башня была возведена еще в 1491 году. А отлитый в этот день колокол и по сей день ежедневно слышат москвичи и гости столицы, как бой курантов. Часовые колокола были отлиты по указу Екатерины Второй знаменитым русским мастером Мажухиным. С тех пор часы на Спасской башне отсчитывают ход истории России. Вес главного часового колокола Спасской башни составил около 2200 килограммов. А время, а время не умаляет ход. А время, а время идет себе идет. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата. Субтитры создавал DimaTorzok